Сегодня мы поговорим об АТСах в основном MyPBX400 и MyPBX1600, так как у них все еще старый интерфейс используется, а в следующем вебинаре мы будем говорить о новых интерфейсах. Итак, начнем. Итак, перед первоначальным входом, соответственно, IP АТС по умолчанию имеет IP адрес 192.168.5.150, 192.168.5.150, то есть это базовая настройка начальная, то есть он настроен на LAN-интерфейс, соответственно, вы можете подключить к ноутбуку, компьютеру или к свечу, сделать IP адрес из той же подсети и вы попадете на тот интерфейс, который вы сейчас видите. Хочу сразу обратить ваше внимание. Здесь вот есть такая большая синяя надпись, которая звучит, что для корректной настройки IP АТС необходимо использовать Internet Explorer версии 6.0 и выше. То есть данное замечание касается конфигурирования IP АТС на русском языке. Если вы конфигурируете IP АТС на английском языке, если вы IP АТС конфигурируете на английском языке, то, в принципе, из неспадающего списка можно выбрать английский язык или тот язык, который вам наиболее удобен. Маленькое сразу замечание. Оперу желательно не использовать в любом виде. То есть не надо использовать оперу для настройки IP АТС. Итак, по умолчанию для входа в веб-интерфейс используется логин-пароль, логин-админ, а пароль по умолчанию паспорт. После входа в веб-интерфейс вы увидите такое сообщение. То есть это некий совет по безопасности, который рекомендует вам сменить пароль по умолчанию. То есть до тех пор, пока вы не смените пароль, при каждом входе вы будете видеть данное сообщение. После входа по умолчанию вы попадаете на страничку системной информации после первого входа, где есть информация текущей железки, где написано сборка, то есть это обозначает сборку железа. Или версию, то есть это MyPBX 1600 версии 4 и версия программного обеспечения. Версия программного обеспечения состоит из четырех актетов, где первый актет обозначает модель ЭТС, второй актет это версия программного обеспечения, третий актет это страна, соответственно 12 это регион России, если вы видите 0, соответственно это европейский регион, это значит, что прошивка не предназначена для использования на территории России. То есть что значит не предназначена на территории России? То есть, есть некоторые вещи, которые не были нами протестированы. То есть, это говорит о том, что что-то может работать некорректно в текущих реалиях с нашими IP-операторами. И, соответственно, четвертый октет – это версия сборки. Ну и далее некая информация о сетевом подключении и дисковом пространстве. Здесь, в принципе, какая-то базовая информация о устройстве. Итак, для того, чтобы нам составить работу ТТС, нам нужно сделать некоторые настройки. Давайте начнем с простейшего. То есть, это некая настройка номерного пула. То есть, по умолчанию в разделе «Базовые настройки номера» по умолчанию создаются некий пул номеров сразу же, SIP номеров. И, если у вас подключен модуль S2 или SO, то аналоговый номер, вот вы видите здесь, он создается автоматически. То есть, откуда берутся эти номера? В системных настройках в разделе «Настройки» есть параметры, которые задают именно пулы номеров. Соответственно, если вы хотите, точнее не хотите использовать настройки по умолчанию, вам достаточно просто здесь изменить на любое значение. То есть, минимальное значение – это 2, 2 цифры, максимальное – это, если мне не изменяет память, это 9. Ну, например, изменим на какое-нибудь такое значение. То есть, что мы сделали? Мы поменяли номера, которые будут использоваться в внутренней экстеншене, так скажем, которые теперь у нас будут начинаться с 700-го и доступны по 800-й. То есть, если вы захотите создать 801-й номер, ОТСК вам автоматически скажет, что данный номер не ходит в пул адресов, и, соответственно, невозможно будет создать. Итак, мы изменили пул номеров, далее возвращаемся непосредственно к самим номерам. Что здесь можно? То есть, помимо автоматически созданных номеров, которые созданы по умолчанию, нам нужно добавить те номера, которые мы хотим использовать. То есть, эти номера вы можете удалить, можете не удалять, но сразу хочу заметить, если вы их не удалите, то у вас есть определенный пул, 100 номеров, и эти номера тоже будут вычитываться из пула, значение которого 100. Теперь нам нужно добавить те номера, которые мы хотим использовать. Вот меню добавления номера. Что здесь можно поменять? Во-первых, обратите внимание, что номер создается автоматически, то есть, при нажатии на добавить номер открывается менюшка, где автоматически подставляется первый свободный номер. То есть, что здесь можно настроить? Можно изменить тип. Тип это по какому протоколу будет работать данный номер. То есть, здесь есть возможность либо SIP, либо AX, либо совместное использование SIP и AX. То есть, в зависимости от подключения будет работать этот протокол. Далее, сам номер, пароль по умолчанию, который мы тоже рекомендуем менять сразу же. И если вы его не поменяете, при нажатии на кнопочку сохранить, также будет вылазить табличка с оповещением того, что рекомендуется изменить пароль по умолчанию. Некое имя и Caller ID. То есть, имя это будет отображаться у внутренних абонентов, и Caller ID, соответственно, тоже будет отображаться у внутренних абонентов. То есть, есть некоторые телефоны, которые поддерживают двусрочное сообщение, в том числе, наш Т28 может вам показать имя и, соответственно, показать, с какого номера. – настройка голосовой почты, включить, выключить, использование голосовой почты, пароль для голосовой почты. Здесь немножко более подробно расскажу о голосовой почте чуть-чуть попозже. – использование электронной почты для голосовых сообщений. То есть, если вы поставите галочку, здесь вам необходимо будет указать какой-то ящик электронной почты, на которые голосовые сообщения, которые будут оставлены вам, будут автоматически отправляться на указанную электронную почту. Тут сразу нужно заметить, что необходимо настроить SMTP-сервер. Тоже немножко попозже об этом расскажу. Что здесь еще можно настроить? Далее, здесь есть такая возможность, как захват в пределах группы. Также, сразу хочу оговориться, что данная настройка никак не связана с настройкой общих групп. То есть здесь, может быть, совершенно любые номера внутренние привязаны к какой-то группе. То есть, что это дает? Это дает возможность перехватывать звонок, соответственно, в пределах группы, нажимая один старкод, какой-нибудь забинденный на какой-нибудь из кнопок. То есть не нужно набирать старкод плюс номер, то есть просто набираете, соответственно, какой-то старкод, и вызов перехватывается на вас. То есть частенько эта функция пользуется спросом, поэтому здесь вот можно настроить принадлежность к номеру. Ранее было доступно 10, сейчас, как я уже сказал, функция пользуется спросом, поэтому мы решили увеличить до 20 групп. Далее, настройка при адресации. Есть стандартные настройки, всегда, нет ответа, их занято. Соответственно, если вы ставите «Всегда», то есть любой входящий звонок на данный номер будет переадресовываться в указанное место, либо на голосовую почту, либо на какой-то указанный номер. Если вы выбираете «Нет ответа», то здесь есть параметр «Время». По стечению вот этого времени сработает переадресация. И, соответственно, если занято. Точно так же, если номер занят и выключен режим «Cull Whiting», режим «Ожидание», то в данном случае тоже сработает переадресация. Также есть дополнительные настройки для номеров. То есть есть режим «Ожидание», режим «ДНД», возможность использования личного кабинета для номера. Ну, я времени уже сказал. По этим функциям надо сразу заметить один маленький нюанс, что эти функции пассивные. То есть что это означает? То есть если у вас есть телефон, ну, например, «Елинковский телефон», в «Елинковском телефоне» все эти функции тоже, соответственно, реализованы. И если в телефоне функции реализованы, то эти функции, настроенные непосредственно в ОТС, они игнорируются. То есть если вы здесь включите режим «Ожидание», но на самом телефоне режим «Ожидание» выключен, то, соответственно, на телефоне не будет работать режим «Ожидание». И при этом, если в телефоне режим «Ожидание» включен, а здесь галочка не стоит, вы все равно на телефон сможете принимать как бы второй и более вызовов. То есть это в основном сделано для простейших телефонов, которые не имеют стандартного какого-то такого набора. некая дополнительная возможность добавления функций в простейшие телефоны. Далее, функция «Контроль разговора». То есть что это такое? Это позволяет вам прослушивать, вмешиваться или давать совет вашему коллеге в момент разговора. Здесь вот есть режимы, то есть все режимы прослушивания, подсказки, вмешательства. Чтобы активировать функцию, соответственно, ставите галочку и выбираете, какой из режимов доступен данному номеру. То есть если вы выбираете все режимы, соответственно, этому номеру доступны все три вида контроля. Либо вы можете указать какой-то определенный для определенного номера. То есть если вы, например, указали прослушивание, то другие возможности этому номеру будут недоступны. Эти функции также работают через старкод. Старкоды настраиваются в разделе «Системные настройки» и «Настройки функций». Тоже чуть попозже покажу. Далее у нас есть дополнительные настройки. Что у нас здесь может быть настроено? То есть возможность работы с НАТО. Как правило, эта функция ранее помогала не только помочь РТП-трафику обойти ваш НАТО, но и давала возможность регистрировать удаленных абонентов, которые находятся вне вашей локальной сети, то есть какой-то сторонней сети. То на текущий момент эти функции были разнесены. То есть галочка НАТО теперь только помогает обойти в основном РТП. И для регистрации удаленных абонентов, соответственно, функция была выведена отдельно. То есть без галочки в данном чекбоксе у вас удаленный пользователь не сможет зарегистрироваться. Далее транспорт. То есть это какой транспорт использовать для регистрации данного аккаунта. То есть доступно UDP, TCP и TLS. Далее Qualify. Qualify это, назовем это Keep Alive для непосредственно самого номера. То есть что это дает? Например, если ваш АТС перезагрузилась, то телефон ранее зарегистрированный на номере будет висеть в статусе зарегистрирован до тех пор, пока у него не сечет параметр, так называемый Expires Time. То есть это параметр, который отвечает за период перерегистрации устройства на АТС. Соответственно, АТС после перезагрузки будет думать, что телефон не зарегистрирован, потому что он не посылал запросы на регистрацию, а телефон будет думать, что он зарегистрирован. То есть у него статус будет зарегистрирован на самом телефончике. В этом случае, пока Expires Time не стек, вы можете не дозвониться до этого номера. То есть чтобы решить эту проблему, соответственно, был добавлен данный параметр, который после перезагрузки он опросит все ранее подключенные устройства. И, соответственно, устройство ему ответит, и произойдет регистрация, и все будет работать стабильно. Далее, возможность шифрования РТП трафика. Также должно поддерживаться устройством. И режимы DTMF для посылки, соответственно, в канал. По умолчанию стоит RFC 2833, но, как правило, большинство устройств используют данный режим. Поэтому, если возникают какие-то проблемы с донабором, с данным настроечком можно поиграть. Далее, уже дополнительные функции безопасности. То есть это ограничение по IP-адресу. Чекбокс включает и включает данную функцию. Что это такое? То есть если вы здесь укажете какой-то IP-адрес, например, там, то телефон, который имеет данный IP-адрес, сможет регистрироваться на этом аккаунте. Любой другой IP-адрес будет игнорироваться для регистрации. То есть вы можете указать не только, например, конкретный номер, вы можете указать какую-то сеть. То есть все устройства, находящиеся в 1054-й подсетке, смогут регистрироваться на этом номере. Мы на самом деле рекомендуем это делать, особенно если есть какие-нибудь пробросы КТС извне, если используются какие-то удаленные регистрации. Потому что, ну, на администратора надейся, а сам не плохая, что называется. То есть чем больше вы защититесь, тем меньше вероятность того, что вас изломают и получат несанкционированный доступ к вашему оборудованию. В общем, мы рекомендуем использовать данную настройку. Далее, функция «Внешний номер». Также есть чекс-бокс. Использовать или не использовать. Что это такое? То есть это привязка какого-то внешнего номера к внутреннему номеру. То есть для чего это используется? Например, у вас есть какой-то внешний номер. Человек звонит вам на этот внешний номер. При входящем звонке данная опция проверяет его колер-ид. И если колер-ид совпадает, если вы здесь его указали, он совпадает, то человек получает гудок, имеет возможность совершать исходящие вызовы согласно разрешениям для данного номера. То есть если вы номеру разрешили звонить через ваши какие-то исходящие маршруты, то, соответственно, человек, который позвонил к вам на внешний номер, и он определился по колер-ид, он получает доступ к КТС и может совершать не только внешние звонки, но также может совершать и внутренние звонки внутренним пользователям. И при этом у внутренних пользователей будет отображаться не внешний номер, который будет здесь привязан, а сам внутренний номер. Плюс данная функция также позволяет использовать стар-коды на удаленном телефоне, ну, например, для возврата звонка секретарю ВТС. То есть если внутренний абонент с какого-нибудь там внутреннего номера, например, 500, совершил звонок там на ваш мобильный телефон, ваш мобильный телефон прописан в данном поле, то приняв звонок и пообщавшись с клиентом, вы также можете вернуть обратно с помощью стар-кода этот звонок на внутренний номер 500. То есть это очень удобно и тоже частенько появится спросом. Следующий параметр – это продолжительность вызова. Это индивидуальная настройка для максимального времени разговора. То есть по умолчанию, соответственно, значения нет. То есть используется глобальная настройка ВТС. Об этом тоже немножко чуть позже. Там по умолчанию 6000 секунд стоит. То есть если вы хотите ограничить промежуток разговора для данного номера, вы можете указать какое-то значение в секундах. То есть если вы укажете 1800 секунд, то каждые полчаса разговор будет прерываться. То есть некая индивидуальная настройка продолжительности вызова. Также есть поддержка Т38. То есть если вы установите галочку в чекбоксе, в этом случае данный номер не сможет принимать звонки. То есть обычный голосовой трафик для него будет недоступен. То есть он сможет принимать только факсимильные сообщения по протоколу Т38. То есть для чего это сделано? Например, прошел входящий звонок на ваш внешний номер. Далее звонок смаршрутизировался к секретарю. Девушка, ваш секретарь, поговорил с клиентом. После этого клиент говорит, знаете, я хочу там отправить вам факс. Соответственно, секретарь переводит на вот этот номер, семисотый. В случае, если вы используете протокол Т38, данный номер пошлет реинвайт на внешний номер. И, соответственно, таким образом становится сессия по протоколу Т38. То есть это некое решение посылки реинвайта на изначальный номер, с которого пришел вам входящий вызов. То есть в противном случае, если у вас используется только Т38, факсимильное сообщение вам отправляют, например, тоже по Т38, и в случае переадресации секретаря на какой-то номер, так как секретарский номер не поддержит поддержку Т38, в этом случае у вас факс просто не передастся. То есть без посылки реинвайта с конечного номера, с поддержкой протокола Т38, в случае переадресации или перевода вызова, сработать не будет. То есть как раз специально для решения этой проблемы была добавлена вот эта функция. Ну и, соответственно, сохраняем. Что тебе не нравится? Вот о чем я как раз говорил, что если вы не смените пароль по умолчанию, при каждом изменении сохранения вы будете видеть данное меню. То есть после того, как вы создали номер, здесь есть некие данные о данном номере, соответственно, номер, по какому протоколу работает, имя, если вы здесь меняли. Вот, я поменяю, чтобы было более наглядно. То есть имя, колер-ид и, соответственно, возможность отредактировать номер, изменить какие-то вводные данные или же удалить номер. Ну, с номерами мы разобрались. Теперь нам нужно определиться, как наши входящие вызовы будут работать. То есть приниматься вызовы могут в разные, назовем это места. Это может быть либо VR, либо сразу очередь, либо группа. То есть, ну, давайте начнем с того, что, например, ваш входящий звонок через VR попадает в какие-то группы. Для того, чтобы это настроить, необходимо сначала создать группы. Для этого мы переходим в меню настройка входящих маршрутов. Здесь вот выбираем группы. По умолчанию также создана группа, в которую входят все созданные номера. Но нас это не интересует, мы хотим добавить свою группу. Вы можете группу удалить или соответственно оставить по умолчанию. Максимальное значение, максимальное количество групп равняется 16. Ну, давайте отредактируем данную группу. Соответственно, что здесь есть? Имя группы. При создании здесь вводится любое произвольное имя. Соответственно, номер группы создается автоматически из полуномеров. Есть способ вызова одновременный либо по очереди. Это способ обзвона номеров, которые соответственно являются участниками группы. То есть, если вы выбираете одновременно, то входящий звонок будет звонить сразу всем вот этим номерам, которые находятся в колоночке выбранные. Если вы выбираете по очереди, то звонок будет переключаться на каждый последующий номер сверху вниз через указанное время по умолчанию 20 секунд. Далее. После того, как звонок поступил на группу, все телефоны прозвонили, нужно сделать какое-то действие в том случае, если например, никто в группе не ответил. Какие есть возможности? То есть, можно либо завершить вызов, либо передрисовать на какой-то указанный номер внутренний, конкретный, передрисовать на голосовую почту, передрисовать на веер, передрисовать на, соответственно, другую группу, можно зациклить звонок, соответственно, если вы поставите на группу, то циклически постоянно будут обзваниваться одни и те же номера. Либо переключить в какую-то конференцию, либо переключить в очередь, если они у вас созданы, но об очереди чуть попозже. Ну, давайте, например, вернем его на номер 700, и у нас там номер 700 по умолчанию, например, секретарь. То есть, что в этом случае произойдет, придет входящий звонок, через каждые 20 секунд будет обзвон каждого номера по очереди, очередность сверху вниз. После, по истечении 20 секунд с последнего номера произойдет передрисация на номер 700. Это то, что касается групп. Далее, у нас есть еще возможность обрабатывать звонки в очереди. То есть, для этого мы переходим в настройку чередей. Это настройка входящих маршрутов в раздел очередь. По умолчанию чередей не создано. Для добавления нажимаете на кнопку добавить, и перед вами появляется менюшка с настройкой очереди. соответственно поле имя вводится произвольное значение. Значение, кстати, вводится на значение именно вводить нужно на английском языке. Это было сделано специально, потому что опять-таки же даже интернет-эксплойер не всегда корректно обрабатывает данные имена, если они написаны на русском языке. Далее указывается номер, автоматически присваивается из указанного диапазона для очередей. Далее указывается пароль. Пароль нужен для того, чтобы агенты могли вставать в очередь. То есть, точнее, не агенты, а, скажем, назовем их временными агентами. Есть здесь две колонки, доступные внутренние номера и выбранные номера. Если вы выбираете определенное количество номеров внутренних, то номер 500, 51, 52 и 503 являются агентами данной очереди. Они жестко привязаны к этой очереди и они не могут ее покинуть. При этом есть настройка пароль. То есть, например, если у вас сидит четыре там, например, у вас большой офис, у вас сидит четыре менеджера, которые обрабатывают звонки, но эти менеджеры не справляются. Вам нужно подключить еще одного человека на помощь этим менеджерам. То есть, для этого 504 номер набирает звездочку и номер, если меня не изменяет память. Мы можем здесь посмотреть. Вот здесь есть подсказочка. То есть, набирает номер плюс звездочка и он становится членом данной очереди. Для выхода он также набирает звездочек, набирает номер очереди и две звездочки. Вход и выход будет оповещаться железной леди внутренней на русском языке. Соответственно, если у вас здесь указан пароль, то она вас попросит его ввести. Если пароль не указан, то вы сразу автоматически попадаете в данную очередь. Что здесь есть еще такого интересного? Есть время ожидания в очереди непосредственно клиентов, после которой сработает действие при ошибке. Также есть способ вызова агентов. на текущий момент есть пять способов. Это вызов всем, то есть когда у всех агентов телефон звонит одновременно либо последовательный, то есть если вы выбираете последовательный, выбранный агент будет обзваниваться сверху вниз. Далее либо свободный, наиболее свободный люди будут принимать последующий вызов либо случайный ну и соответственно совершенно рандомно придет звонок любому свободному человеку, точнее любому свободному участнику либо следующий, то есть если например 500 принял звонок погрел положил трубку то следующий звонок придет уже не 500 даже если он свободен а 501 и так будет происходить обзвон всех участников данной очереди далее есть некие настройки для самой очереди оповещать позицию в очереди для ожидающих клиентов в очереди соответственно сообщать время ожидания то есть время ожидания не будет сообщаться если ожидание будет менее чем одну минуту и интервал через который сообщать позицию в очереди то есть есть можете выбрать наиболее удобный для вас интервал по умолчанию стоит 30 секунд то есть каждые 30 секунд клиенту будет оповещаться его номер в очереди помимо этого вы можете запускать какие-нибудь звуковые файлы например с рекламой для людей которые ожидают в очереди то есть выбираете какой-то звуковой файл соответственно какой интервал через какой интервал запускать рекламу ну либо какое-нибудь любое другое оповещение касающиеся вашей компании например ставим 45 секунд каждый 45 секунд будет оповещаться некий файл звуковой потом можно добавить еще события для людей которые находятся в очередь ну например вам позвонил человек он оказался каким-то десятым в очереди и ему он хотел попасть например к менеджерам пока он не хочет ждать там 20 минут он хочет поговорить с технической поддержкой к примеру можно добавить его события и вернуть его например куда-нибудь в ИВР в обратном в исходную точку либо выбрать любое другое действие доступное из данного списка вернуть на номер на голосовую почту на группу в конференц комнату опять-таки же можно вернуть в очередь если у вас несколько чередей можно клиенту позволить перепрыгать между очередями либо подключиться подключиться к факсу есть еще менюшка вызов по имени но здесь надо оговориться что на текущий момент она работает только на английском языке то есть где я вам показывал в настройках номера поле имя если вы там вводите имя на английском языке то данная функция будет распознавать соответственно если вы там ввели Андрей Андрей из колота на английском языке если человек позвонит на номер не на номер а на первую очередь и здесь есть такая вот функция он нажмет ноль ему нужно будет произнести мое имя на английском языке и тогда АТС соединит непосредственно со мной к примеру если вы хотите соединить с группой то опять-таки здесь будет доступен список выбора текущих групп также можете указать следующее меню это действие при ошибке то есть что такое действие при ошибке у нас есть время ожидания после чего сработает данное действие также можно переназначить куда отправлять клиента в случае данного тайм-аута то есть также соединить номером с госопочтой либо зациклить в любое другое место есть еще дополнительные функции то есть помимо рекламы помимо сообщений о сколько секунд или минут человек будет находиться в очереди мы можем запустить ему еще музыку в режиме ожидания то есть надо понимать что это несколько разный файл музыка в режиме ожидания и соответственно реклама то есть у периодического голосового сообщения есть более высокий приоритет чем для файла мелодии то есть для музыки в режиме ожидания то есть если играет музыка в режиме ожидания прошел тайм-аут 45 секунд соответственно музыка притухается и начинает срабатывать данный файл то есть некое периодическое голосовое оповещение удалять клиентов из очереди в случае если нет агентов доступных агентов в очереди вставать в очередь если нет агентов также да, нет то есть если вы поставили да то в данном случае как все агенты покинут очередь клиент будет автоматически получит сигнал занятый соответственно звонок разорвется и также возможность вставать или не вставать в очередь на время ожидания если нет агентов в очереди далее можно добавить некие голосовые оповещения перед соединением агенту также выбирается не спадающий список звукового файла загружен ранее и сообщать соответственно клиенту какое-то можно сообщать какое-то голосовое там приветствие может быть какую-то рекламу ну любое оповещение загруженное ранее перед соединением и два параметра повторите перерыв то есть параметр повторить это некий интервал времени который дает ну некий повторный обзвон всех агентов в очереди то есть если все агенты были заняты например положили трубку то 30 секунд звонок будет висеть в очереди только после этого будет дополнительный обзвон всех агентов и перерыв для самого агента то есть если агент поговорил и положил трубку то в течение указанного времени к нему звонок не придет по стечению 30 секунд соответственно придет следующий звонок к данному человеку то есть это нужно для того чтобы люди все-таки отдыхали вот наверное все прекрасно понимают что невозможно все время разговаривать по телефону без каких-либо перерывов так это все что касается очереди сохраним ее на всякий случай еще обратить ваше внимание желательно после любого изменения которое вы сделали не забывать нажать настройку в правом верхнем углу нажать на кнопку применить настройки то есть что то что это такое то есть это кнопочка которая фактически вносит изменения в конфигурационный файл IP-ATS то есть может получиться так что вы нагромоздили разных изменений причем вернулись к изменению сделанному ранее изменили его еще раз и в этом случае может случиться какая-нибудь мелкая неприятность поэтому мы рекоменуем после любого изменения нажимать на кнопочку применить и так вернемся очереди у нас есть группа у нас есть теперь нам нужен какой-нибудь оператор для того чтобы мы могли принимать звонки для этого у нас есть настройка внешней линии она находится в разделе базовые настройки и что здесь доступно при подключении физических интерфейсов ну например вот у меня сейчас в ВТС-ку подключены BRII подключена FXO-линия подключен GSM-модуль и есть возможность создать некие SIP-каналы и соответственно SIP-транки ну не буду более сильно углубляться в настройки там BRII аналоговых линий или GSM то что касается аналоговых линий GSM здесь довольно таки все просто как правило никаких изменений не требуется то что касается каких-то BRII-линий здесь есть настройки если вы например получаете от оператора какие-то настройки оператор вам предоставляет данные для настройки то есть вы просто измените в случае необходимости и все должно работать а сразу определимся с VAP-линиями ну например нам нужен какой-нибудь VAP-оператор для того чтобы сделать какие-то регистрационные данные нужно нажать на кнопку далее здесь есть тип вы можете выбрать тип протокола либо SIP либо EX выбираем SIP вводите имя провайдера ну давайте возьмем в пример SIP-нет у меня там есть счетная запись мы сейчас ее будем использовать то есть имя вводится произвольно назовем ее сразу так же чтобы не путаться далее вводится хост IP или домен нужно сразу оговориться почему два поля то есть некоторые операторы действительно имеют разные так скажем настройки да то есть есть поддомены на главном каком-нибудь хосте то есть если например у вас там какой-нибудь хост SIP-нет точка ру то вы можете работать например на какой-нибудь Ural.SIP-нет точка ру то есть это будет некий поддомен который будет смотреть проверять вашу регистрацию ну в SIP-нет такого нету но встречается оператора у которого действительно есть такие настройки то есть в данном случае хост IP и домен совпадают далее указывается порт для регистрации по умолчанию 5060 используется для SIP-а далее в поле пользователей указываете ваш SIP-ID как правило ну это некие регистрационные данные которые вы получили при регистрации у оператора динфикационное имя частенько совпадает с SIP-ID если оно не совпадает также оператор вам предоставляет эти данные ну и пароль и есть некое поле под названием поле from то есть данное поле подставит в SIP-заголовки на регистр там есть поле from вот какое значение вы здесь введете такое оно и подставит опять-таки же некоторые операторы это используют для дополнительной аутентификации соответственно если вам этого не нужно вы оставляете поле пустым то же самое касается поле активный номер на текущий момент я знаю только одного оператора который ну даже не оператора одной услуги которой требуется данный настройка это услуга skype connect то есть при регистрации бизнес аккаунта и создания аккаунта который будет передрисовать вам звонки из skype в SIP за деньги естественно вам выдается некий номер вот данный номер который вам выдали вы должны здесь указать какое-то там многоциферное значение далее количество одновременных вызовов по умолчанию стоит 0 это обозначает что количество вызовов неограничено то есть что значит неограничено это значит что в пределах максимально одновременных вызовов для АТС то есть так как мы сейчас настраиваем map bx1600 максимальное количество одновременных вызовов равняется 22 соответственно больше 22 вызовов вы все равно принять не сможете но вы можете сделать меньше например если вы поставите 10 то не более 10 одновременных соединений через данный маршрут далее вы можете указать какой-то caller ID опять таки же если вы укажете здесь caller ID некоторые операторы позволяют вам это поле передавать далее то есть то значение которое вы здесь укажете будет отображаться у людей например на мобильнике к примеру но тут сразу строго нужно заметить что далеко не все операторы это поддерживает и как правило эта функция caller ID настраивается непосредственно в личном кабинете вашего аккаунта вашего оператора фактически можно указывать можно не указывать хуже не будет порт и возможность использования Outbound сервера то есть если вы активируете галочку вам нужно будет указать какой-то Outbound сервер и соответственно для него порт также есть настройки транспорта также доступны UDP, TCP, TLS возможность шифрования РТП трафика должна поддержаться оператором и значение Qualify о котором я уже говорил ранее работает по тому же принципу что и для телефонов в случае в случае если АТС была перезагружена то АТС она конечно и так будет посылать но иногда действительно это требуется отправка Qualify то есть это не только на самом деле в момент перезагрузки АТС то есть она с каким-то с интервалом с периодическим интервалом будет отправлять данные Qualify на сервер оператора то есть в АТС это выглядит как запрос options к примеру то есть на что оператор будет отвечать то есть это иногда помогает не просто о том что сообщить сервер оператора что АТС как бы зарегистрирован это частенько помогает для того чтобы пробить ваш НАТ чтобы он по случайности использовать режим ДТМФ и есть возможность привязка какого-то внешнего номера к внутреннему номеру для чего это нужно сип позволяет на одном аккаунте иметь несколько внешних номеров например на одной регистрации сипнете можно иметь там неограниченное количество внешних номеров то есть если вы укажете какой-то номер то есть вы например имеете один номер там ну давайте нас в пример поставлю у нас есть номер 8495 927 3670 помимо этого у нас есть еще другие номера какие-то то есть если 927 3670 по умолчанию привязан к этому номеру то все звонки которые будут поступать будут маршрутизироваться согласно общим правилам которые мы сдадим то есть я еще покажу как это более настраивается но при этом если помимо 927 3670 есть какие-то еще дополнительные номера например там ну неважно любой номер вы можете привязать его сразу непосредственно к какому-то внутреннему номеру то есть на данном аккаунте скажем сейчас есть два номера 927 3670 и номер 5 единичек то есть если человек позвонит на номер 5 единичек он сразу попадет на внутренний номер 500 если он позвонит на номер 927 3670 он будет вызов будет обработан согласно правилам маршрутизации общий правил маршрутизации для данного аккаунта и сохраняем то есть это касательно сип регистрации далее есть возможность настройки работать по сипу без регистрации по умолчанию данная функция называется веб-канал и была создана для объединения двух мой пбх для того чтобы вы могли использовать во-первых звонить друг другу без регистрации с помощью коротких номеров и плюс в последнее время частенько операторы тоже позволяют работать с ними без регистрации то есть например если у вас нужно объединить две мой пбх здесь вот уже просто уже создано вы просто добавляете имя опять таки же вводится произвольно и либо хвост либо ip плюс порт ну соответственно если у вас здесь какой-то внешний адрес то вы указываете внешний адрес просто у нас сейчас в одной локальной сети поэтому указан наш локальный IP адрес также имеются настройки колеса одновременных вызов есть настройка кодеков нужно здесь надо заметить один маленький нюанс есть в ТСК есть общий общая настройка кодеков для обработки звонков и есть отдельная настройка для обработки звонков через веб-канал. То есть это довольно-таки важно. Вот этот приоритет для звонков веб-канала намного выше приоритета по умолчанию. То есть если вы вдруг через веб-канал пускаете видео, и у вас видео не работает, это говорит о том, что вы в веб-канале не включили поддержку видеокодека. То есть, соответственно, если вы включаете поддержку 264-го кодека, то через веб-канал у вас будет ходить видео. Без включения данного кодека видео ходить не будет. Также есть возможность выбора транспорта, по какому будет общаться два устройства, или наше устройство и оператор. Также принцип Qualify и, соответственно, режим работы DTMF. И настройки DOT. То есть, опять-таки же, настройки DOT это точно такие же настройки, о которых я только что рассказывал. После того, как мы настроили, соответственно, веб-линии веб-канала, мы можем посмотреть их статус работы. Для этого в разделе статус... Переходим в левое верхнее меню. Здесь есть раздел статус. Здесь есть статус линий. Нажав на который, вы можете увидеть статусы подключенных... Всех подключенных ваших линий. То есть, что здесь видно. Касательно номеров. Мы видим, что у нас есть СИП-номера, которые сейчас зарегистрированы и находятся в состоянии ожидания. Статус картинки обозначен сверху. То есть, синенький свободен, красненький занят. Либо номер удерживается, либо номер не зарегистрирован, либо есть входящий звонок, либо человек разговаривает. Далее, статус ваших внешних линий. Статус для линий СИП-нет, который мы делаем, зарегистрировано. Также указан тип линии. Пользователь, СИП-ид, порт хост IP. И статус работы с сервером. Частенько в данном статусе отражается параметр, написано Unreachable. Если здесь написано Unreachable, то не стоит пугаться. Это просто говорит о том, что сервер банально не отвечает на пинг. Далее, у нас был еще создан вайп-канал. То есть, вайп-канал, здесь сразу, так как он работает без регистрации, здесь просто отображается пинг. То есть, данный пинг сейчас является 2 миллисекунды. Сразу хочу заметить некий параметр. То есть, для комфортной работы максимальная задержка – это 200 миллисекунд. Все, что выше, уже будет некомфортно. То есть, если вы увидите какое-нибудь значение, типа Laget 2000, это сразу говорит о том, что вы не сможете общаться между двумя устройствами или устройство плюс оператор. То есть, если там будет какое-то большое значение, которое не позволит нормально работать, то есть, вы здесь в статусе увидите данное значение. Также у нас были подключены FxO линии. То есть, здесь статус не подключен. Это говорит о том, что линия физически не заведена в порт. То есть, у нас подключен модуль в порт 4. Порту 4 принадлежит линии FxO. Номер порта можно посмотреть на самом корпусе. И, соответственно, линия не подключена. Дальше, статус GSM порта. Здесь есть уровень сигнала. Сейчас показывает, что сигнал наивысший. И, соответственно, чем меньше вы здесь палочек видите, тем хуже сигнал у вас. Если есть какие-то проблемы, например, с модулем или сим-карты, здесь также будет какое-то дополнительное сообщение. Ну, например, сообщение перезагрузить АТС написано будет красным. То есть, это говорит о том, что, скорее всего, какая-то проблема либо с модулем, либо с сим-картой. Ну, по большей части оказывалось сим-картой. То есть, после перезагрузки или замены сим-карт на другую, все прекрасно начинало работать. Также указывается номер порта, к которому подключен. Ну, и убирает ранки, в таком же духе работают. Соответственно, тип, порт и статус подключен, а не подключен. То есть, данное значение указывает на физическое подключение линии к данному порту. То есть, здесь просто линии не подключены. Соответственно, вы видите соответствующий статус. Итак, номера мы создали, мы сделали регистрации. Теперь нам нужно принимать входящие звонки. Для того, чтобы мы могли принимать входящие звонки, мы переходим в раздел настройка входящих маршрутов и, соответственно, раздел входящие маршруты. Что здесь есть? По умолчанию здесь создана одна линия для ПСТН. Ну, я ее удалил, поэтому мы будем создавать заново. То есть, для того, чтобы добавить, нажимаете соответствующую кнопку. И что здесь есть? Здесь вводите имя произвольно. Можете вводить, что хотите. Далее, ДИТ номер. То есть, как я уже говорил, помимо того, что есть настройка для ДОТ номера в настройках самой регистрации, вы можете, помимо этого, указать еще какой-нибудь дополнительный ДИТ номер в самой настройке маршрута. Но это используется не только для того, чтобы привязывать какой-то ДИТ номер, но это еще используется в том случае, если вы хотите смаршрутизировать входящий звонок на другую ОТС через веб-канал. То есть, это довольно-таки сложно, и боюсь, что я не смогу вам сегодня это рассказать, потому что на это потребуется очень много времени. За 10 минут так не рассказать. То есть, если у вас есть ДИТ номер, вы здесь указываете какой-то ДИТ номер в том формате, в котором у вас он работает. Если нужно дополнительно смаршрутизировать на какой-то внутренний номер, вы привязываете к этому ДИТ номеру внутренний номер. Если вам нужна какая-то дополнительная маршрутизация по какому-то Caller ID, то есть, например, у вас есть клиент с определенным номером, входящие вызовы для которого должны обрабатываться не по общим правилам, но, например, снять его непосредственно с каким-то менеджером. То есть, например, если я позвоню, с любого мобильника позвонят, например, с этого мобильника позвонят, то номер при входящем звонке на данный маршрут, если определиться вот этот номер, мы для него можем задать какую-то определенную маршрутизацию. Ну, скажем, что это будет, например, линия SIPNET. То есть, здесь есть две колонки доступные и выбранные. То есть, доступный список всех доступных внешний линии, а выбранные – это те линии, которые принадлежат к данному маршруту. Соответственно, выбираем SIPNET. Далее есть настройка, временная настройка, как маршрутизировать. То есть, здесь есть два параметра – рабочее время и нерабочее время. Тоже чуть позже об этом расскажу. И что делать со звонками в данные промежутки времени. То есть, по умолчанию режим работы выключен. Если вы хотите использовать его, вам его нужно будет включить. Как включить, расскажу чуть попозже. Итак, например, сейчас режим работы у нас выключен. Все звонки 24 часа определяются по одному и тому же правилу. Соответственно, что нам нужно сделать? Мы можем звонки включить либо в группу, которая была создана ранее, либо перенаправить его в очередь, которая также была создана ранее, либо куда-нибудь еще. То есть, если у вас создана EVE, вы можете перенаправить его в EVE. То есть, по умолчанию, там есть некая AVR. И мы сразу направим тогда звонок туда. Все поступающие звонки на линию SIPNET, который привязан к номеру 921-3670, будут поступать на меню AVR. Помимо этого, есть еще настройка выходных дней. Так как у нас режим работы по умолчанию выключен, данная настройка не работает. И опять-таки же, еще есть определение фокс-тона. То есть, что это такое? При входящем звонке, например, если это автоматическое фоксимильное сообщение, то перед началом отправки фокса фоксимильный аппарат подает тон. Соответственно, ТС может распознавать данный тон и может выполнить действие, если вы его укажете. То есть, если это e-mail, то нужно будет указать электронный адрес или же какой-нибудь номер, которому подключен фоксимильный аппарат или настроена переадресация фоксимильных сообщений на голосовую почту. В этом случае, когда вам на AVR позвонили, фоксимильный аппарат подал тон. Тон этот определился и срабатывает какое-то действие. Ну, например, скажем, номер 601. То есть, автоматически будет перенаправлен на номер 601, к которому подключен фоксимильный аппарат. И сообщаем, сообщаем, сохраняем. Соответственно, что мы сделали? То есть, все входящие звонки, приходящие на линию SIPNET, которые имеют номер 921-3670, будут автоматически попадать в меню AVR. Вы можете изменить, соответственно, настройки меню AVR, которые были созданы по умолчанию. Давайте кратенько расскажу. Тут, в принципе, довольно-таки все просто. Что здесь можно сделать? Соответственно, номер созданный по умолчанию. Имя также вводится произвольно. Файл, который будет проигрываться в данном меню при входящем звонке. Количество раз, которое будет проигрываться в данный файл. Время ввода между цифрами. Например, у вас стоит галочка «Донабор внутренних номеров» и интервал ожидания между вводами цифр – 3 секунды. То есть, если более 3 секунд, то сработает тайм-аут или ошибка. Далее, что мы можем сделать? Помимо того, что мы можем разрешить донабирать внутренние номера, мы можем задать некое меню управления для кнопок. То есть, здесь есть перечень кнопок 0, 1, 2, 3, 4, с 0 по 9 плюс решетка и звездочка. И вы каждой кнопке можете назначить какое-то значение. То есть, при нажатии, например, единичку соединить с группой, которую мы создавали. При нажатии на двойку соединить с очередью, которую мы создавали. Таким образом, создается меню IVR. Также здесь можно, соответственно, его зациклить. Либо перенаправлять на любое другое меню IVR. То есть, если у вас, например, многоступенчатое меню, которое распределяет, скажем, по разным отделам или по разным сотрудникам и так далее, то можно таким образом собрать большую ступень. То есть, максимальное количество IVR меню здесь 16. То есть, фактически 16 ступеней можно сделать. Ну, их, соответственно, можно зациклить, переходить из одной в другую, и человек будет вечно ходить по вашему меню, пока не добьется желаемого результата. Также есть тайм-аут и ошибка. Тайм-аут. Что такое тайм-аут? Тайм-аут сработает в том случае, если проигрался ваш звуковой файл и не было введено никакого действия. То есть, в этом случае можно тоже, опять-таки же, задать какое-то значение. Либо опять вернуть его в IVR, зациклить, либо, например, соединить его с каким-нибудь номером, где сидит секретарь, к примеру. Либо ошибка. То есть, что такое ошибка? Ошибка появляется тогда, когда либо человек нажал какую-то кнопку, не предназначенную для Вера, то есть, вы ее не настроили заранее, либо ввел неправильный внутренний номер. Опять-таки же, сработает какое-то действие. На этом я предлагаю сделать небольшой перерыв, буквально 5-7 минут, чтобы вы немножко отдохнули. И давайте в 13.15 продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, желательно поставить плюсики. Хотелось бы посмотреть, все ли вернулись или нужно еще подождать. А пока давайте отвечу Алексею по вопросу входящего вызова на внешнюю линию. Ну, естественно, входящий вызов можно. Во-первых, как я уже говорил ранее, можно смаршрутизовать по Cooler ID, это раз. Во-вторых, можно настроить GIS, а в-третьих, как подсказывает Сергей, можно использовать Skullback. Так, судя по плюсикам, еще не все вернулись, но давайте еще минуточку подождем и продолжим. Ну, Алексей, дайте знать, вы поняли мой ответ или все-таки показать? Просто я уже показывал, да, касательно СИПа. Ну, если касательно СИПа, то вот у нас есть настройка, да, которая, как я говорил, внешний номер. Соответственно, вы фактически какой-то внешний Cooler ID привязываете к внутреннему номеру, а далее уже настраиваете маршрутизацию для этого внутреннего номера. Либо вы ему разрешаете использовать ваши внешние линии, либо не разрешаете. То есть фактически по определившему Cooler ID этот человек становится полноценным пользователем, внутренним пользователем. Он может не обязательно на GIS кидать. GIS, конечно, тоже можно использовать, но можно использовать Cooler ID. Да, но в чем основная разница, да, в данном случае между GIS и вот этим номером? То есть позвонив на GIS, вы сможете использовать только внешние линии. Вы не сможете позвонить внутренним, например, внутри АТС, да, а использование внешнего номера, который я говорил, в этом случае вы можете, помимо использования внешних линий, вы можете также совершать звонки внутренним абонентам. Так, ну, давайте, коллеги, продолжим обсуждение тогда по окончанию. Тут немного осталось, в принципе. Итак, номера мы настроили, линии настроили, входящие маршруты мы настроили. Теперь нам надо дать возможность внутренним абонентам совершать исходящие звонки. Для этого мы переходим в меню базовой настройки, меню исходящие маршруты. И создаем маршруты. Не обращайте внимания, эти маршруты были созданы до этого. То есть по умолчанию здесь есть некий маршрут, который вам позволяет звонить через девятку. Итак, для создания маршрута нажимаем на соответствующую кнопочку. И что мы здесь имеем? Вводите какое-то имя, соответственно, правила набора. Правила довольно-таки простые. Если вы наведете на синий кружочек, то здесь есть некоторые параметры, по которым вы можете создать правила. Ну, например, самое простое параметр. Самое простое правило. 8 точек. Что это обозначает? Что префикс на исходящую линию 8, а точка обозначает любое значение. Соответственно, любое число. Есть поле «Удалять». То есть здесь вы указываете какое-то количество цифр, которые нужно удалить перед началом номера. Соответственно, если вы здесь укажете 1, то 8 будет удалена и не попадет в набираемый номер. Либо можно добавлять какое-то значение. Ну, например, там, не знаю, ну, любое значение. Человек набирает там 921-36-70, к примеру, да, можем вот так вот даже сделать. Человек набирает 8-921-36-70, а в набор попадет плюс 7-495-921-36-70, к примеру. Также можно задать пароль на исходящий маршрут. То есть перед тем, как совершить вызов, АТСК вас просит на русском языке пароль. Если вы ввели правильный пароль, вы сможете звонить, совершить вызов. Если вы ввели неправильный пароль, соответственно, вам будет отказано в доступе для совершения исходящего звонка. Поддержка протокола Т-38. Соответственно, да, нет. Это касается только факсов и работает, соответственно, только СИПом. И некое распределение вызовов. То есть для чего это сделано? Например, у вас есть, скажем, две БРА-линии. Вы хотите, чтобы между этими линиями звонки распределялись равномерно. То есть первый звонок пойдет через БРА-линию, второй звонок пойдет через вторую линию, даже если первая линия занята. То есть равномерное распределение исходящих вызовов на обоих линиях. Ну, как правило, это используется для GSM, для того, чтобы приблизительно одинаковый баланс держать на обоих симках. Чтобы не получилось так, что на одной симке деньги не кончились, а на другой еще много. То есть это как раз частенько используется именно для этого. И также есть возможность выбрать, какие внутренние пользователи могут звонить через эту линию, а какие не могут. Соответственно, в колонке доступный есть список всех созданных внутренних номеров. И вы их можете перетащить либо все, либо все, либо какие-то отдельные номера. То есть, например, номер 500 и 503 смогут звонить через данный маршрут, а все остальные не смогут. Ну, не смогут номинально, конечно, можно с помощью настройки пин-кода дать возможность номерам, которые не выбраны по умолчанию, возможность совершать данный вызов. То есть в этом случае просто ТСК будет спрашивать пин-код. И если пин-код введен верно, соответственно, вы получите гудок. Если пин-код введен неверно, вы получите отказ от возможности совершить звонок через данный маршрут. Она ругнулась, потому что мы выбрали не СИП-линии, а ТСК ругнулась и не дает возможности использовать протокол Т-38. Итак, здесь отображается некая информация, имя, название маршрута, правила маршрута. Можно создавать, конечно, более сложные правила. Например, если вы посмотрите, то есть некие обозначения. Х это любая цифра, Z это любая цифра от 1 до 9, N это любая цифра от 2 до 9. Можно указать какие-то значения, определенные в квадратных скобках. Можно, соответственно, задавать диапазон. Ну, к примеру, да, нам нужно сделать таким образом, чтобы через эти линии звонки проходили только на код 495 и код 496. Все остальные звонки не будут обрабатываться через данный маршрут. В данном случае мы создаем правила таким образом. То есть данное правило будет выглядеть таким образом. Что оно обозначает? То есть она будет проверять, соответственно, вот эти значения. Значения, указанные в скобках, это или-или. То есть либо или 5, или 6. Соответственно, если будет набор номер 8495 и 7 цифр, либо 8496 и 7 цифр, в этом случае звонок идет через данную линию. Если четвертая цифра не является пятеркой или шестеркой, звонок либо получит отбой, если не найдет соответствующее правило для маршрутизации, либо смаршрутизируется через другой созданный маршрут, если какое из правил будет подходить под значение. Таким образом можно регулировать правила. Ну и фактически наш РТС готова для приема и совершения входящих-сходящих звонков и так далее. Тут что нужно еще заметить. В РТС есть межсетевой экран. То есть некая защита. Она находится в разделе сетевые настройки межсетевой экран. Данный межсетевой экран включен по умолчанию. Мы рекомендуем делать настройки в том случае, если у вас есть КТС доступа извне. То есть если у вас КТС доступа извне нету, то его можно либо выключить, либо создать правило для локальной сети, объясню зачем сейчас чуть это нужно, либо соответственно настроить вообще какую-нибудь полную защиту, если вам это требуется. То есть что здесь есть? Во-первых, по умолчанию сразу созданы три правила, которые указывают вот эти три правила. Мы разделе. Что они указывают? Указывает соответственно какой порт, какой протокол и какой интервал. То есть количество данный интервал обозначает количество пакетов за единицу времени. То есть первое правило обозначает 120 пакетов по UDP в 60 секунд. Если будет 121 пакет в 60 секунд, данный IP-адрес попадет в черный список. И далее следующее правило регулирует также, что не больше 40 пакетов в 2 секунды, если будет 41 пакет, также попадет в черный список. И подключение для SSH по умолчанию. По умолчанию используется 8022 порт, соответственно протокол TCP, и не больше 5 пакетов в 60 секунд. Почему я перешел сразу сюда? Ну, если у вас включен межсетевой экран, а межсетевой экран включен по умолчанию, если вы попытаетесь подключиться по TCP, то скорее по TCP, в смысле через SSH, например, используя какое-нибудь приложение, то скорее всего ваш IP попадет в черный список, и вы просто не сможете далее зайти на TS и администрировать. То есть для этого я всегда рекомендую создавать некое правило для локальной сети. Хочу сразу оговориться, что это правило нужно не только для того, чтобы, например, подключаться к IP-ATS через SSH при включенном межсетевом экране. Также, если у вас, например, есть телефоны, ну, к примеру, там, Т26, Т28, иолинковские телефоны, и у вас настроено очень большое количество BLF. Если у вас настроено большое количество BLF, то в данный интервал вы просто никак не пролезете, и, соответственно, IP-адреса будут также попадать в черный список. То есть решение, если АТС находится за НАТОм, при пробросе нет, то проще всего отключить межсетевой экран, но в случае, если вам потребуется, то нужно будет обязательно обратить на это внимание, либо создать некое правило для вашей локальной сети, которое разрешит любому устройству спокойненько обращаться к ней. То есть для этого есть вот меню правила, нажимать на соответствующую кнопку, и создаем некое правило. То есть название, опять-таки же, произвольно, можно ввести какое-то описание, если оно требуется. Можно задать протокол, cpu, dp, либо оба. Выберем оба. Ну, так как мы решили для локальной сети полностью все открыть, указываете порт. То есть здесь нужно указать значение, диапазон портов. То есть данная настройка указывает, что все порты с первого по 65535. Далее указывать локальную сеть и маску под сети. Здесь есть также подсказки, если, например, что-то непонятно, можно нажать на подсказку и получить ее. То есть, как вы видите, здесь даже есть примеры, как можно указывать настройки сети. То есть данное правило обозначает, что по любому протоколу, на любой порт, из любой локальной подсети, 254-й подсетки, соответственно, есть какое-то действие. Заблокировать, разрешить или игнорировать. То есть заблокировать, соответственно, вы заблокируете все запросы из данной подсети. Если вы поставите разрешить, то вы фактически разрешите работать и игнорировать, то есть игнорировать правило. То есть тут такое правило я всегда рекомендую при первоначальной настройке использовать. Хотя у нас в случае может случиться неприятность и ваши телефоны попадут в черный список. То есть если что-то попадает в черный список, здесь вот есть автоматическая блокировка и здесь есть список. Если вы на него нажмете, если есть заблокированные IP-адреса, они здесь появятся списком и появится кнопка удалить. То есть если вы его удаляете оттуда, то IP-адрес также может продолжать работать с данной АТС. Данная настройка является не то чтобы обязательной, но желательной в случае если вы работаете за АНАТОМ, в случае если IP-адреса есть проброс какой-либо, то эта настройка является обязательной, в противном случае вы можете либо потерять АТС, либо получить здоровый большой счет на за телефонный разговор. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что много злоумышленников и все хотят использовать чужое устройство, чтобы позвонить по своим делам или просто накручивание трафика. Что здесь еще есть? То есть можно задать правила автоматической защиты. это вот наподобие тех правил, которые созданы по умолчанию. Здесь также указывается порт, указывается протокол и указывается интервал. И, собственно, есть еще две галочки режим невидимости и галочка запретить все. Режим невидимости это просто отключает ответ на 7P, то есть на пинка не будет она отвечать. И в случае, если вы ставите галочку запретить все, то вы фактически запрещаете полный доступ к АТС. если вы поставите галочку и попытаетесь сохранить, ну, так как я сделал правило для локальной сети разрешить все, она мне дала АТС мне дала возможность сохранить данную настройку. Соответственно, если у вас этого правила не будет, в этом случае вылезет голосовое оповещение, которое вам сообщит, что вы не можете использовать до тех пор, пока не создадите правило для доступа к АТС, для доступа к локальной сети и для доступа к АССР. То есть, фактически, данное правило запрещает все, кроме тех правил, которые имеют статус разрешить. Но при этом есть маленькая оговорочка, очень-очень важная. если вы хотите использовать функцию запретить все, вам нужно удалить правила, которые созданы по умолчанию. Данные правила имеют наиболее высокий приоритет, чем все остальные правила. То есть, если вы хотите запрещать все, вам нужно эти правила просто удалять. Ну, собственно, это то, что касается межсетевого экрана. Ну, наверное, на этом как бы я пристановлю свой рассказ на сегодня. Давайте теперь вернемся к вопросам. наш вебинар был сегодня посвящен неким базовым настройкам IPTS, то есть подразумевалось то, как заставить ее работать и сделать некие первоначальные настройки плюс некая первоначальная защита. Давайте сразу продолжу, сейчас еще кое-что замечу, потом перейдем к вопросам. У нас на сайте сейчас появился факт по более глобальным настройкам, точнее, не то, что по более глобальным настройкам, по каким-то дополнительным настройкам, имеющимся в IPTS. То есть, если вас что-то интересует, вы, во-первых, можете, конечно же, задать к нам вопрос на суппорт, но помимо этого у нас появился раздел базы знания, этот раздел будет пополняться и на текущий момент уже есть около десяти инструкций, которые описывают тот или иной функционал. То есть, здесь есть, например, отправка приема смс, как объединить АТС с аналоговым, как защитить, то есть, некая комплексная защита IPTS, ну и какие-то другие функции. То есть, во-первых, можно обратиться к этому факту, если вам что-то непонятно, вы можете всегда либо нам позвонить в суппорт, либо написать письмо, как бы ребята ответят. Ну, теперь давайте вернемся в вопросах. Сейчас, секундочку. давайте отвечу сначала Алексею Ашапатов. Да, естественно, конечно, можно назначить какой-то номер, то есть, это фактически сработает функция передрессации, то есть, здесь проблем нет. Причем, даже если вы привяжете этот мобильный номер в качестве внешнего номера, то этот мобильник еще и сможет вернуть этот звонок обратно в АТС. То есть, я вот как раз об этом говорил. Опять-таки же, ответ Алексею про ДИТ и ДОТ. Давайте, Алексей, так, конечно, конкретной документации сейчас нет, но функционал довольно-таки простой. Если, ну, давайте, скажем так, вы зададите более конкретный вопрос, мы постараемся на него более конкретно ответить в частном порядке. Было бы здорово, если бы вы касательно ДИТ и ДОТа, наверное, бы написали нам письмо, если остальных это, конечно, не сильно интересует. Но здесь все очень просто. Есть некий внешний номер, с которым вы можете работать. Да, вы можете его маршрутизировать по неким правилам. То есть, ДИТ и ДОТ у нас в АТС фактически это, наверное, название больше для удобства. ДИТ он и есть ДИТ, а то, что ДОТ, это фактически тот же ДИТ, просто назвали ДОТ, чтобы люди не путали и понимали в чем разница. То есть, если вы посмотрите, то в настройках входящих маршрутах есть кнопочка, есть поле ДИТ, да, а в настройках непосредственно самой внешней линии есть ДОТ. Фактически это то же самое, вы и там, и там можете указать какой-то ваш внешний номер и смаршрутизировать вызов по этому внешнему номеру. Но просто, ну, как бы да, назвали, по большому счету, для удобства. Сергей, материалы можно выкладывать на своих сайтах, но наши материалы защитены Watermark и, соответственно, с нашего одобрения. Как бы сейчас вот такие вот условия. если вы хотите выложить какой-то материал, вы связывайтесь с нами, говорите, что вы хотите выложить, мы предоставляем вам этот материал в случае одобрения. Ну, давайте, Алексею, все-таки, ну, смотрите, как его можно использовать, да, просто частенько, да, частенько, на одном СИП-аккаунте, как я уже говорил, есть возможность использовать более одного какого-то внешнего виртуального номера, да, просто СИП, как бы он не запрещает, вы можете туда, например, на одну СИП-регистрацию повесить там десяток каких-то внешних номеров и, например, если вам звонит сотрудник, клиент ваш звонит на какой-то один номер, он, например, сразу маршрутизируется в одно место, если звонят на другой номер, он маршрутизируется в другое место, третий, в третье место. Могу рассказать просто пример. У нас инсталляция была, конечно, не мы делали, мы не занимаемся инсталляцией, но один из наших дилеров настраивал данную, ну, схожую маршрутизацию для неких, некой пожар, ну, фактически для пожарников в одном из регионов. И у них там на одной регистрации было то ли 12, то ли 13 номеров. В зависимости от того, на какой номер звонили, уходила передрессация в тот регион. То есть, ну, таким вот образом можно использовать данную настройку. либо, если, опять-таки же, у вас есть какие-то важные клиенты и вы имеете там, опять-таки же, 5, 10, 15, 20 каких-то внешних номеров, вы просто даете клиенту прямой номер, соответственно, клиент звонит на этот номер и попадает к какому-то внутреннему менеджеру, к которому он привязан. То есть, вот такими разными способами можно использовать данную настройку. отлично. Но я устраю большинства охотна настройку. Триньдесят ги, ги. Давайте сначала по очереди отвечу Дмитрию Серой. Нет, к сожалению, в текущий момент это нельзя сделать, то есть, наверное, все-таки специально было некое такое, как бы, отличие в XS номеров от SIP номеров, да, просто, ну, наша АТС, конечно, является гибридной, но в первую очередь она все-таки IP АТС, да, и для удобства, чтобы человек, как-то, как-то надо было сделать таким образом, чтобы при подключении в XS модуля, да, S2, в нашем варианте, он автоматически появлялся, чтобы человек не искал потом, куда он попал, как ему привязать, то есть, ну, проще удалить, чем, не знаю, искать, получалось это быстрее, нежели, как вот вы говорите, конечно, мы подумаем над этим вопросом, но тут придется подумать, как сделать так, чтобы было удобно всем, это, к сожалению, далеко не простая задача. Ну, смотрите, давайте Евгений, максимальное количество, ну, смотрите, если вы используете, например, 711 кодек, для комфортного соединения вам потребуется около, ну, наверное, около 128 кБ, ну, соответственно, умножаете на 10, получаете количество, если вы используете 729 кодек, там нужно порядка, наверное, ну, наверное, 30-35, где-то так, ну, плюс-минус, то есть, просто есть таблица значения кодека на потребляемость канала, в принципе, если 3, если вы хотите, мы можем вам скинуть отдельно, потом, по окончанию вебинара, ну, в принципе, эта информация вообще доступна в интернете, то есть, берете трафик, который используется при использовании кодеков нажатия на то количество соединений, которое вам требует, то есть, для 10, ну, фактически, 2 мегабита за глаза. Ну, Дмитрий, что я вам могу сказать, как говорит наша техническая поддержка, с какого браузера вы настраивали? Понимаете, вот все вот эти глюки, которые вы говорите, как правило, происходят из-за того, что люди, не знаю, либо используют, ну, не тот браузер, да, ну, не то, чтобы не тот, скажем, не Е в русской клавиатуре, либо там сразу 2-3 человека пытаются настроить одновременно, один сохранил, второй пересохранил, третий что-то изменил, но, к сожалению, да, сейчас некой системы, которая позволяет отслеживать, ну, залогинился администратор или не залогинился, и в случае, если уже залогинился, не давать доступ или выкидывать первого, то есть, эта система будет добавляться, чтобы вот как раз не возникало таких вот проблем, ну, к сожалению, вот пока так, то есть, в новом интерфейсе это уже, они обещали добавить, но прошивка вот пришла буквально вчера, и я еще просто не успел это проверить, то есть, когда будет обзор в новом интерфейсе, я постараюсь к этому моменту изучить более подробно, и все такие мелкие нюансы, конечно же, будут озвучены. Ну, в защиту, в защиту скажу, что, честно, я лично, я сам видел только в том случае, когда подключали не, ну, точнее, для настройки использовали либо там Firefox, либо Opera, честно. Ну, я не знаю, что это будет. Продолжение следует... Максимальное количество для 400 есть 8 одновременных звонков. Для 1600 это 22. Сейчас к нам приедут новые модельки MyPBX U100, MyPBX U200, U100 будет 25, U200 будет 50, потом также появилась моделька U300 и, соответственно, U500. Ну, когда буду рассказывать про новый интерфейс, я более подробно об этом расскажу, и там количество звонков на U500, например, это 80, а на U300 – 50. Ну, Дмитрий, это, понимаете, как бы это дело-то на самом деле не VTS, дело в том, в вашем браузере, честно. Просто я не особо представляю, как заставить ее, у меня все это довольно-таки быстро происходит. Я использую и E9, и X64, и у меня фактически она сразу же поднимается, как поднялся веб непосредственно в самой UTS. Да, вот во всех ETS, кроме 400, есть поддержка OpenVPN, то есть, либо PPOE. OpenVPN, кстати, проверено, работает, например, там, не знаю, наши коллеги из EPMAT-ики Украина, к примеру, подключаются к нам через OpenVPN. Все прекрасно работает. Коллеги, давайте тогда так, раз вопросов больше нету, всем большое спасибо за то, что вы посетили наш вебинар. Если, да, Сергей, сейчас я, конечно же, вам отвечу, сейчас я закончу свою речь. Опять-таки же, если вы что-то не успели, какой-то задать вопрос или не смогли его сейчас сформулировать, естественно, мы всегда готовы вам ответить на вопрос либо по телефону, вы можете позвонить к нам по телефону, либо, соответственно, ставить свой запрос на почту support.sobaka.epimatica.ru. Все вопросы будут... на все вопросы вы, конечно, получите ответы. И ждем еще вопрос от Сергея. Сергей, есть разные форматы поддержки. И давайте вы мне напишите лично, я вам скину, какие форматы поддерживаются и чем это можно сделать. На самом деле у нас на сайте скоро появится этот мануал, да? На текущий момент поддерживаются два формата. То есть это в кодеке GSM и в 711 кодеке. Как их собрать? Во-первых, мы повесим мануал, постараемся сделать более развернутым его плюс. Ну, вы у меня есть в скайпе, напишите, я вам скину файлик. Спасибо. 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 Спасибо.